МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гектары богатства. Единый день озеленения прошел в Беларуси. Стать частью зеленой акции проще простого. Какие деревья украсили бобруйские просторы? Хлебные потери. В Осиповическом районе из-за халатности директора и агронома испорчено более 75 тонн зерна. Ущерб составил более 44 тысяч рублей. Чем аукнется наплевательское отношение? Феерично вернулись. 20 октября динамошинник встретился с Академией Михайлова. Мы контролировали, были в зоне атаки. Какие эмоции подарил матч? А также трансформация дорог и плюс-минус. Осенняя погода продолжает баловать бобруйчан. Сколько еще продлится бабье лето? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Вопрос на особом контроле. В центре внимания Александра Лукашенко. Белорусские дороги. На повестке развитие сети автодорог и транспортной инфраструктуры. Одна из задач, которую ранее ставил президент, обеспечить часовую доступность к городам-спутникам. К слову, в стране реализуется масштабная госпрограмма «Дороги Беларуси». Следующий год станет завершающим, после чего будет разработано новое. Целью большой программы является поддержание в нормальном состоянии автомобильных дорог, международных трасс, основных республиканских трасс. Строить дороги мы упираться не будем. Две-три дороги у нас останется по югу Беларуси, если Россия согласится. Уже предложений таких немало. Вот эту дорогу от Гомеля до Бреста. М-10. Да, М-10. Потом нам надо будет закончить строительство на север дороги, Полоск-Витебск, как мы там разберемся. Ну и практически все. Крупные дороги мы построили с областными центрами, с Минска мы имеем хорошую связь. С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время мы обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь, с Москвы на запад, до Бреста. По крайней мере, если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет, до Бреста и в обратном направлении на восток. Александр Лукашенко подчеркнул, автомобильные магистрали не ограничиваются международными и республиканскими трассами. Районные центры необходимо связать с агрогородками. Более половины асфальтовых артерий уже есть, однако их надо модернизировать и привести в порядок, потребовал глава государства. Гнилые ростки. Из-за халатной безхозяйственности руководители сельхозпредприятия испортили урожай на десятки тысяч рублей. Криминальный подтекст сотрудники БЭП обнаружили в одном из хозяйств Осиповического района. Проведенная проверка установила порчу свыше 75 тонн продукции. Установлено, что директор и агроном не обеспечили надлежащие условия для заготовки и хранения семенного материала азимуатритикали. Из-за допущенных нарушений зерно сгнило и пришло в негодность. Причиненный сельхозпредприятию ущерб составил более 44 тысяч рублей. За служебную халатность на фигуранта возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Свежее дыхание. В Белоруссии прошел единый день озеленения. Каждый уголок страны пополнили липы, дубы, клёны, рябины, сосны, ивы, каштаны и другие деревья, а также кустарники. Свой саженец появился и у телеканала Бобруйск-360. И словом, и делом, личным примером Александр Лукашенко дает старт республиканской акции по восстановлению лесов после летнего удара природной стихии. В графике президента забота об окружающей среде кочует из года в год. Во время визита на Дожинке в Воложин обращение белорусского лидера доносится до сердца каждого. Мы все должны пойти в лес и высадить те площади, которые подверглись этому урагану. Лес – это наша жизнь, это наш кислород. Давайте проведем акцию и высадим новые деревья на этих поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси. Зелёный цвет объединяет ранним утром субботы к экологической акции большой дружной компании «Присоединяются Бобруйчане». Локация – Приберезенское лесничество. Фронт работы – 14 гектаров. И новички, и профи ухо держат востро на детальном инструктаже. Стать частью зелёной акции проще простого. Достаточно в готовую лунку опустить саженец, притоптать землю. Теперь у телеканала «Бобруйск-360» есть своё дерево в Приберезенском лесничестве Бобруйского лесхоза. Бок о бок трудятся депутаты Палаты представителей Национального собрания, главы райсовета и горсовета депутатов, молодёжные парламенты города и района, представители общественных организаций, молодые специалисты и учащиеся молодёжь Бобруйска. Нам очень повезло с погодой. Это добавляет такой хорошей дружеской нотки в нашу работу, какого-то здорового азарта, веселья, с таким чувством, что мы сегодня делаем очень полезное и нужное дело. Потому что через несколько лет вот эта замечательная делянка пополнится крепкими, здоровыми деревьями. А мы знаем, что лес – это, конечно, безусловное богатство нашей страны. Поэтому работаем с удовольствием. Мы всегда, Беларусь, славились своей красотой. Красотой лесов, дубров, рощ. И поэтому сегодня эта акция направлена на то, чтобы наша земля с вами становилась всё более краше, привлекательнее. Территория Бобруйского района – это уже традиция. Мы обновляем массивы весной. Мы участвовали в акции. Все предприятия, организации Бобруйского района «Одновим лес и разом». И сегодня мы начинаем первое, как в Бобруйском районе. Наши предприятия и организации к нам ещё присоединятся. Новое место жительства получают свыше 7 тысяч саженцев сосны и берёзы. Для многих эти деревца становятся первыми, но точно не последними в жизни. Молодёжь с энтузиазмом делает любимую страну зеленее. Прекрасные люди, которые нас окружают. Все очень стараются. Конечно, приятно, особенно когда будешь проезжать эти места и будешь знать, что ты принёс этот вклад сюда. Ну, это очень многого стоит. Очень здорово присоединиться к этой акции. В дальнейшем буду принимать ещё участие. Заниматься этим оборудованием, мечом. Никогда до этого я его даже не брал в руки. Я обучаюсь на специальности лесного хозяйства, поэтому возобновлять леса для меня – это всегда очень увлекательное занятие и полезное мероприятие. Сегодня проснулась в 8 часов утра для того, чтобы пойти в этот замечательный лес, подышать свежим воздухом и посадить эти замечательные деревья. Я до этого в таких акциях участия не принимала. Это для меня первый мой опыт. Теперь я с уверенностью могу сказать, что это станет моей традицией. Я буду постоянно выезжать и создать деревья. Оставить свой эко-след может каждый по 12 ноября в рамках республиканской добровольной акции «Дай лесу новое житё» всех желающих с радушием встретят в лесхозах, обозначат участок, обеспечат саженцами и необходимым инвентарём. Дело останется за малым. Найти немного времени для большого движения. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Возвращение на победную тропу. Динамо Шинник провёл встречу с Академией Михайлова. Новая домашняя серия команды, напомним, началась игрой с мытищицким «Атлантом». В борьбе с соперниками золотого дивизиона «Бобры» уступили в овертайме. Теперь же сыграть предстояло с не менее статусным оппонентом. В первом периоде счёт не был открыт, однако во втором хозяева получили две безответные шайбы. На третьей «Бобруйская дружина» вышла с искромётным желанием отыграться. Бросками Богдана Белкина, Арсения Елисеева и Ильи Лохнова Шинник совершил невероятный камбэк. Хороший первый период был. Мы контролировали, были в зоне атаки, выходы из-под давления хорошие были, возвраты были хорошие. Просто не смогли забить первыми. Во втором две такие грубейшие ошибки. Мы просто не разобрали игроков, когда сверху бросали, не разобрали соперника. Матч подарил не только болельщикам, но и игрокам эмоциональный импульс. С таким настроением команда будет готовиться к играм с капитаном, которые пройдут 23 и 24 октября на Бобруйск-арене. Осколки лета. Золотую пору в понедельник подсветило тёплое солнце. Температура поднялась до плюс 14. Задержится ли жёлтый диск надолго, расскажет Юлия Вернер. Вторник в Беларуси синоптики прогнозируют облачным с прояснениями. Осадков не ожидается. Однако в отдельных районах республики пройдут небольшие дожди. Днём термометр обещает плюс 14, ночью опустится до трёх. Ветер слабый – 2-3 метра в секунду. Уходящий октябрь радует последними тёплыми днями. Пока погода благоволит, самое время одеться потеплее, взять горячий напиток и прогуляться по улицам любимого города. Ведь уже со следующей недели Беларусь накроют дожди, а столбик термометра поползёт вниз. Несладко приходится жителям Карибского бассейна. На Кубу обрушился атлантический ураган «Оскар». Стихия ударила по восточному побережью и принесла с собой сильный ветер, ливни и грозы. Волны достигают двух метров в высоту. Задействованы 17 убежищ, в которых непогоду пережидают тысячи эвакуированных граждан. Сильные штормы и ливни в Италии на этих выходных вызвали наводнения и разливы рек во многих городах по всей стране. Больше всего пострадал остров Сицилия. Больше тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Завтра в Бобруйске небо затянут облака, через которые робко пробьются осенние солнечные лучи. Осадков не ожидается. Днём столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов. Ночью похолодает до 4. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Мы продолжаем исследовать старые дома города. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Наш маршрут – улица Чингарская, 46. Пустующее здание гостиницы «Березина» и «Европейская». Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА